Отдаленность от столицы, побережья и основных торговых путей совсем не приговор. Юго-западная провинция Сычуань показала, что всего за пять лет можно выбиться в лидеры по потенциалу и темпам роста в масштабах всей страны. Столица региона Чэнду – самый динамично развивающийся город на западе Китая. Свои представительства в нем открыла почти половина крупнейших мировых компаний из списка Fortune 500. В 2011-м Чэнду заинтересовал руководство General Electric. Финансовый конгломерат решил построить в городе свой первый центр глобальных инноваций. General Electric увидела огромный потенциал Чэнду. Уже в 2011-м было понятно, что город готов громко о себе заявить. Это и научный центр, и транспортный узел, и развитый рынок квалифицированной рабочей силы. При этом, что немаловажно, стоимость труда здесь пока ниже прибрежных регионов Китая. Мы также учли, что провинция Сычуань богата природными ресурсами, в том числе сланцевым газом. Словом, выбор был очевиден. Компания открыла здесь центр инноваций с акцентом на поиск новых решений в сферах медицины, энергетики и транспорта. На международный успех Чэнду обратили внимание и в Пекине. В минувшем августе власти страны определили регионы для последующего открытия зон свободной торговли. В список вошла и провинция Сычуань. Создание ЗСТ позволит ей привлечь еще больше внешних инвестиций, с которыми придут и новые технологии. После создания зоны свободной торговли Чэнду получит мощнейший стимул к развитию. Условия для превращения города в мировой бизнес-центр уже есть. Прежде всего, это высокая транспортная доступность. Современные железнодорожные магистрали связывают Чэнду с Центральной и Восточной Азией, странами Европы, а также Индии и Мьянмой. Международный аэропорт принимает больше 40 миллионов пассажиров каждый год. Через 4 года в городе откроют новый терминал. Это будет самый большой воздушный узел на китайском отрезке экономического пояса Шелкового пути. Маршрутная сеть охватит все важнейшие для бизнеса города мира. В зоне свободной торговли сделают упор на зарубежный бизнес. Налоговые льготы, свободное движение капитала, субсидии на развитие высокотехнологичных производств – все это, как ожидается, еще больше повысит привлекательность города в глазах западных бизнесменов. Ждет открытие ЗСТ и компания Intel, которая начала работать Чэнду еще 10 лет назад. Уже сейчас транспортная доступность Чэнду позволяет нам экономить на логистике миллионы долларов ежегодно. Планы по развитию города можно только приветствовать. Открытие ЗСТ еще больше сократит наши издержки и, надеемся, позволит найти новых партнеров среди китайских и иностранных бизнесменов. Мы уверены в перспективах города, поэтому собираемся вложить более полутора миллиардов долларов в полупроводниковое производство на территории Чэнду. Intel далеко не единственная компания, которая выиграет от открытия в Чэнду экспериментальные торговые площадки. Специалисты отмечают, что ЗСТ станет точкой входа иностранного бизнеса на рынок западного Китая. В Чэнду успешно работают совместные с Францией, Германией и Сингапуром технопарки. Сейчас местные власти ведут переговоры по строительству инновационного центра вместе с Евросоюзом. Руководство провинции осознает, какие возможности и шансы для развития региона дает сотрудничество в подобном формате. Поэтому чиновники намерены предложить зарубежным компаниям максимально комфортные условия для работы. Уверен, что многие воспользуются предложением. История инноваций в Чэнду насчитывает не одну сотню лет. Так именно здесь в 9 веке появились первые в мире бумажные деньги. И хотя затем город долгое время оставался в тени столицы прибрежных торговых центров, традиции и амбиции здесь не забыты. В ближайшие годы местные власти планируют вывести Чэнду в ранг опорных мегаполисов Китая, поставив город в один ряд с Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу. Они, Си-Си-ТВ